Бывший главный тренер Енисея Алексей Ивахов ушел из большого спорта ради детей. Он решил тренировать малышей и открыл в Красноярске детскую футбольную академию. Как ему удалось это решение и повлиял ли на него конфликт с Александром Харитоновым, которого он якобы обвинил в сдачу поединка, узнала наша съемочная группа. Болельщиков слышно с улицы, хотя в Академии футбола проходит всего лишь турнир среди дошколят. За детской игрой Алексей Ивахов следит внимательно, переживает, пытается подсказать и оценивает каждое движение игроков. Также, разве что немного строже, он смотрел в свое время и за футболистами Енисея. Будучи тренером сборной, побывал на стажировке в Испании, где увидел, в каких условиях могут готовить будущих профессионалов. В России о таком можно было только мечтать. Тогда же задался целью сломать систему, а точнее открыть в Красноярске детскую академию не хуже европейской. Решился на это полтора года назад. За это время уже несколько его воспитанников забрали в детско-юношескую школу Енисея. Многие спрашивают, что можно делать с трехлетними детьми. Я могу сказать, что трехлетние дети так быстро впитывают и так быстро обучаются элементарным техническим приемам, что я сам не ожидал такого эффекта. Сейчас в его академии тренируются больше 150 детей. Енисея занимаются сразу в четырех залах, что важно, отделенных друг от друга. Пятилетки бегают за мячами по профессиональному газону, который специально заказывали из Волгограда. Подопечные у него свои нравные, поэтому первым делом наняли психолога. Чтобы удержать внимание малышей, для разных возрастов подобрали больше 300 специальных упражнений. Тренеров Алексей отбирает и готовит сам. Почти половина – это его же бывшие воспитанники. А находить нужных людей он умеет еще со времен Енисея. Взял молодого футболиста, в том числе и Алексея Ивусаева, 18-летнего, в главную команду и потихонечку в течение полутора лет подтаскивает. А сейчас вот он звезда красноярского футбола. А не возьми его тогда, молодого этого воробья, на тот момент худенького, щупленького, где бы он сейчас... То есть неизвестно, где бы сейчас сложилась, как бы сложилась его карьера. Сейчас о большом футболе напоминает только доска в его кабинете. Перед тем, как открыть академию, Алексей едва не переехал в другой город. В 2015-м его пригласили на должность главного тренера команды Новокузнецка. Но не успел перевести даже вещи. Губернатор области неожиданно решил закрыть команду. Я только спланировал сборы. Начал готовить, просматривать футболисты, которые там играли. То есть начал работу по комплектованию команды. Но, по сути, поработать я там не успел. Если в Новокузнецке он не проработал и месяца, то красноярскому клубу отдал больше 10 лет жизни. Вывел Енисей на рекордное для него в то время восьмое место в ФНЛ. Но в итоге карьера тренера завершилась резко. И для многих до сих пор непонятно. Официально Алексей Ивахов покинул клуб из-за проблем со здоровьем. Однако незадолго до отставки стало известно о внутренних конфликтах. Полузащитник Александр Харитонов обвинил тренера в том, что тот необоснованно подозревает его в сдаче игры. А уход игрока вызвал скандал краевого масштаба. В тот момент мы друг для друга просто умерли. Ну, возможно, и раньше. Просто, ну, беда, наверное, молодого тренера, то, что он пытается за счет авторитетных игроков самоутверждаться. Убрал Плотникова, убрал Лайзенс. То есть все, кто могут говорить, люди иметь свое мнение, они не нужны в команде. Прихожу в раздевалку, мне говорят, Алексей Игоревич, есть разговор. Александр Харитонов говорит, я говорю, пожалуйста, давайте обсудим. И после того, как мне говорят, что якобы руководство и тренер распространяют слухи о каких-то сдачах игр, я был просто ошеломлен. Когда есть такие обвинения, конечно, это все разлагает команду. Откуда они пошли, я не знаю. По словам бывшего тренера Енисея, с Харитоновым попрощались совсем не из-за конфликта. Финансирования не хватало у нас. Опять обрезали. Из-за этого ушли такие сильные футболисты, как Костя Гардус. Потому что контракты предложили у некоторых клубов больше. Просто вызвал Александр Харитонов, как и другого футболиста, и объявили о том, что клуб не продляет с ним соглашение. Начались вот эти вот все показательные митинги. И столько грязи, мой адрес, и что и не тренеры, и т.д. и т.п. После этого Алексей решил, как сам выражается, отойти в сторону. Однако эти моменты вспоминает с неохотой. Говорит, что скучает по родному клубу и на игры Енисея ходит до сих пор. Но возвращаться в большой футбол не хочет. Теперь у него другая цель. Через несколько лет увидеть на этой тарелке своих нынешних малышей.